Библия говорит Интересный вопрос В действительности Почему-то за последние Наверное лет 10 Это движение Оно так распространилось Как и в принципе многие теории заговора Они периодически всплывают Распространяются И среди верующих людей К сожалению Есть достаточно много Тех, которые Склонны к вот такой Мистификации К то, что видит там весь мир Я помню, как ходила Вот эта Идея Или же Информация о том, что всем миром Сионские мудрецы управляют Что есть там какие-то Масонские ложи Которые Которые всем управляют И так далее То есть вот И люди Эту информацию передают И живут И наверное Что-то Что-то это им дает Вот какое-то ощущение Причастности К тому, что они знают Какое-то тайное знание Это же происходит С плоскоземельщиком То есть эти люди Они считают Что НАСА Роскосмос Другие космические агентства Которые существуют В разных странах В Европе есть И в Японии И в Китае И в других странах есть Что все это Все они соединены Каким-то большим заговором И вот в этом Они Ну Подчиняют себе Человечество И все люди Об этом Не подозревают А вот Плоскоземельщики Они догадались Они догадались Что их обводят Что их водят За нос И поэтому Они Вот Не подчиняются Этой общепринятой Идеологии И они Придерживаются Взгляда Который Правильный На их С их точки Извини Вот И здесь Убедить их Каким-то образом В ложности Их теории Просто невозможно Почему? Потому что Как только Ты начинаешь С ними Не соглашаться Им возражать Они сразу же Считают тебя Частью Большого заговора Они считают Что ты продался Ты попал Под влияние И ты Просто Во всей этой системе Причем Здесь Уже Не зависит От твоих Регалий Не зависит От того Кто ты Известно У нас в церкви Есть один Из наших Приспитеров Астронавт Который Четыре раза Летал в космос Который Конечно же Имеет Самое непосредственное Знание Доступ Ко всем Ко всему Ко всей этой информации Он настоящий христианин Он искренний человек И он Конечно же Не будет врать Но когда Даже Вот он Говорит То Вот такие Склонности Склонные К этим теориям Они Отвергают Это Они говорят Нет Он тоже Значит Где-то Продался Он тоже Где-то Заблуждается Поэтому Переубеждать Таковых Нет возможности И наверное Нет смысла Ну что толку Что ты его убедишь В том что Земля круглая Или Земля квадратная Или плоская Или треугольная Какая там еще Они могут Придумать Толку в этом Не будет Теперь вопрос Относительно того Еретики Они или не еретики И здесь Тонкая грань И она Проходит Вот где Еретики По Строгому Определению Этого слова Это те люди Которые Извращают Евангелие Представляя его Каким Заменяя его Каким-то ложным Евангелем Ересь В настоящем Смысле Этого слова Это Отвержение Евангелия И подмена Его другим Евангелиям Вот почему Павел Послание Галатам Говорит Те кто Проповедует Вам Другое Евангелие Не то Которое Мы будем Проповедовать Которое Мы проповедовали Значит Да будет Анафиб Вот И именно В этом Смысле Скажем Еретика После Первого И второго Вещания Отвращайся То есть Ересь В истинном Смысле Этого слова Это Отвержение Евангелия Теперь Кроме Отвержения Евангелия Есть Другие Виды Заблуждений Ну Например Люди Признают Евангелие Но Они В каких-то Второстепенных Вопросах Религиозной Практики Заблуждаются Они Не Являются Еретиками Например Я Считаю Исследовав Священное Писание Что Те Люди Которые Утверждают Что Нужно Соблюдать Субботу Они Заблуждаются И вот Тебе Среди Тех Которые Считают Что Нужно Собираться В субботу А не В воскресенье Есть Те Которые Евангелие Признают Но Они Как бы Где-то Еще Иудействующие Христиане Так Скажем В субботу Собирающиеся Да Я думаю Что они Заблуждаются Но Они Не Еретики Потому Что Они Христиане Они Признают Евангелие Они Приняли Евангелие Они Живут Евангелие То же Самое Можно Сказать О говорении На иных Языках Или О многих Других Вопросах Которые Они Отражены В Священном Писании И мы Можем Прийти К определенному Выводу Убеждению Исследуя Священное Писание По этим Не еретики В настоящем Смысле Это слово Но Заблуждающиеся В каких-то Вопросах Теперь Когда мы Говорим О понимании Земли Это Третий Уровень Вопросов Это тот Вопрос Который Даже Не отражен В Священном Писании Он Это вопрос Здравого Смысла И Теперь Мы Смотрим На этих Людей И мы Задаем Вопрос А эти Люди Могут Признавать Евангелие Наверное Могут Я думаю Что Наверное Могут Такие люди Признавать Евангелие Признавать Христа Спасителем Конечно Чаще всего Когда ты Признаешь Евангелие Признаешь Христа Спасителем Ты 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 Относишься К Слову Божьему Так Что Слово Божие Становится Для тебя Более Авторитетным Более Важным Вот А вот Эти Люди Их же Беда Водчим Что Вот Эта Вся Их тема Она Занимает Непропорционально Большое Место Вообще В их Системе Ценностей То место Которое Должно Должно Занять Евангелие Христос Чтобы о нем Всегда Говорить Они о плоской Земле Говорят И проблема В том Что ты Хоть о круглой Земле Говоришь Хоть о плоской Земле Говоришь Если ты Не говоришь О Христе То ты Погиб Если ты Не живешь Христом То ты Погибший Человек И здесь Уже Не зависит От того Как ты Понимаешь Форму Земли Вот То есть Когда мы Смотрим На все Эти вещи То тогда Я бы Посоветовал Вот этому Человеку Обращаясь С плоскоземельщиками Говорить С ними О Христе Говорить О спасении Говорить О важности Спасения Не обращая Внимания На все Эти вещи Которые Ну есть Много Странных Людей С какими-то Своими Собственными Представлениями Зацикленных На своих Спасибо Алексей Алексеевич Замечательный ответ Друзья Дорогие Отправьте Эту Программу Плоскоземельщикам В первую очередь Поделитесь На ваших Страничках В социальных Сетях И тем Кто близок К ним Особенно Кто живет С ними Поставьте лайк Пусть Ютуб Еще больше Широко Распространяет Чтобы Это Истина Царствовала И Если вы Еще не подписались Подпишитесь На сегодня Все Храни вас Господь Больше узнать О том Что говорит Библия Можно на Сайте www.слова.org Присылайте Ваши вопросы По номеру Вайбер И Ватсап Плюс Один Триста Шестьдесят Девятьсот Семьдесят Семь Двадцать Один Восемьдесят Два Или По адресу Электронной Почты Письма Собака Слова Точка Орг Эта Программа Стала Возможной Благодаря Нашим Неравнодушным Слушателям Если Вам